В армейскую атмосферу школьники окунулись буквально с головой. Построение отжимания – классика жанра. Такой формат организаторы первых соревнований Кубок Победы, а это школа безопасности и Забайкальский союз десантников, выбрали не случайно. Говорят, ребята должны быть готовы к реальной опасности и уметь преодолевать все трудности. Проверяем детей на пригодность к вооруженным силам, службы в армии. Ну и также проверить себя каждый как может. И посвященный нашим дедам, прадедам, которые воевали в свое время войны. На полосе разведчика ребята должны были доставить раненых товарищей с пункта А в пункт Б. По пути обезвреживали мины, тащили сослуживцев в гору, где уже ждал вооруженный часовой. Его необходимо обезвредить, а раненых спустить обратно с горы через импровизированную паутину. Все это в противогазах и в полном обмундировании. Сложно, но это как бы нравится. Привычно. Да, это привычно. Знаешь, на что идешь, но все равно идешь. Вроде страшно, вроде как-то сложно, но все равно идешь. И надо выступать за команду, не подвести самое главное. Пойдем начать родину. В армию. После 11 класса обязательно. Кроме полосы разведчика, ребята прошли летний биатлон, пейнтбол, переправили раненого через реку по лучу и, конечно, постреляли по мишеням. Участники сегодняшних соревнований стреляли вот именно из такой пневматической винтовки. Заряжается она вот такой пулькой с металлическим наконечником. Но инструктори доверили нам стрелять из Калашникова. Усталые, но довольные участники прошли все испытания и показали себя настоящими бойцами. Победу одержала команда Забайкальского казачьего кадетского корпуса. Второе место у школы номер два. Ну а почетная бронза досталась Четинскому суворовскому училищу. Полина Харченко, Владимир Дементьев, ЗАП-ТВ.